Эти книги сейчас будут покладенные, то есть положенные. Они здесь стоят, чтобы вы посмотрели, о чем мы сегодня будем разговаривать с нашим прекрасным Сергеем, который читает книги, и мы надеемся, что вы тоже читаете книги, и, возможно, даже вы будете читать те книги, о которых мы сегодня будем говорить, а, возможно, даже вы их уже читали, и вы будете вступать с нами в полемику, в комментариях. Мы это только приветствуем. Книги, как вы понимаете, подобрались неспроста. Дорогой Сергей, обоснуй свой выбор. Обоснуй, братуха, обоснуй. Слушай, ну, во-первых, чем толще книга, тем больше можно потрындить, поэтому мы взяли два томика, но не стали 55 томов Ленина. Нет, смотри, традиционная кредо наших встреч, это то, что мы обсуждаем что-то написанное сильно рано, раньше, но актуально сейчас. То бишь, как-никак узнать, о чем переписывался Сталин с Рузвельтом, с Черчиллем, насколько это актуально, как вообще вершились судьбы. Понятно, что глубокие военно-политические экскурсы и прочее можно там посмотреть у Егора, да, из популярных и знакомых нам с тобой товарищей. Но я хочу совершенно другой аспект, попробовать посмотреть, что в переписке интересного. Например, поотвечать на ряд вопросов, какие каналы использовали военные, дипломатические, кем документы готовились, в чем похоже, в чем не похоже, что в этом треугольнике из глав государств общего, да, что непохожего, какой образ каждого был, как это влияло там и так далее. Ну, пресловутая история с двойными стандартами. Была, есть она сейчас, нет, как представленная, да, очень частая история в отношении нас, как относительно каких стран, зон влияния и так далее. То есть хочется вот такими мазками, да, нашинковать историю. Вот. Хочу сказать, что это мега-мега объемный труд. Первый том, это второй том. Местами закладки, что-то пооткрываем, посмотрим. В чем суть, что это зав. кафедры МГИМО Владимир Олегович Печатнов и кандидат исторических наук еще Искандер Эдуардович Магадеев. Проанализировали переписку с позиции, что смотрели, что принято и хранится в архивах у нас, что хранится в архивах в США и в Британии и посопоставляли. До этого были пробы, когда смотрелось время отправки, например, или время получения абсолютно разной хронологии. А здесь приведены сразу, что кто когда отправил, кто когда получил, чтобы понимать еще, как интересны там совпадения, кто какую тему поднимает раньше, кто позже. В общем, очень-очень все это так досконально интересно, поэтому предлагаю начать. И вообще ничто не мешает абсолютно. Вопрос актуальности для современной истории быстро всплывет наверх. Тем более тег Сталин, он всегда вызывает живейший интерес у самых разных слоев населения и даже вполне у определенных, которые меня до сих пор очень сильно любят. Понятно. Значит, смотри, во-первых, понятно, что в книге очень много про конвои, не знаю, химоружие Германии, что делать с Турцией, кто сколько каучуга кому предоставит, и абсолютно, кто какой фронт, когда и так далее. Нас это меньше интересует. Нас интересуют разные истории, связанные, например, меня больше волновал вопрос, вот как вообще успевает такой объем. Здесь, по-моему, 600, да, и это заканчивается в 45-м годом, контентных писем, да, кто какие правки вносит, кто не вносит, кто от себя пишет, кому кто готовит ассисты и так далее, да, или как это назвать. Спичрайтеры, да. Спичрайтеры, да. Песковы того времени. Вот. Но Песков не спичрайтер, он просто говорящая голова. Ну, может, может. Нет, я просто знаю. Окей, Сим. И, соответственно, вот такие моменты очень интересные. Например, Сталин с Молотовым составляли такую боевую бригаду. Молотов практически всегда отгадывал, что бы хотел написать Сталин, и правки Сталина были минималистичные. Но при этом очень жесткие, сухие, суровые, то есть он утяжелял. У Черчилля, который эпистолярный жанр, Нобелевский лауреат по литературе спустя время, да, он, кстати, по годам, не помню, по-моему, 1953, да, там Хемингуэй где-то рядышком, до этого Бертран Рассел, если из таких брать, чуть позже Камью Пастернаки, все в одно десятилетие впихнулись, вот. Но это, понятно, уже после смерти Сталина, вот. Ну и, казалось бы, этот человек, который любит писать, по идее должен был бы стремительно выступать и писать, и известный оратов, но оказывается, что нет, все-таки у него писал вот некий коллективный, назовем это, Черчилль, и начну как раз с цитаты его помощника, который говорит, просматривая послания и письма, выходящие за подписью премьер-министра, я часто думаю, как трудно будет будущим историкам отличить подлинного Черчилля от его школы. Ну и, соответственно, это его личный секретарь Колвилл нам ведает информацию. У Рузвельта, опять же, ему готовят в основном, он советуется по ключевым вопросам с военными, то есть, вот, например, в Британии и в Америке чем похоже? Что генералы штабов, то есть есть начальники штабов, генералы, говорю, которые представляют как бы военное крыло, они много литературы, не литературы, а содержательных составляющих готовили для переписки, а Сталина с Молотовым, это понятно, что тоже запрашивали, получали, но это мимо наших глаз, и там скорее есть то финальное, что они сами от себя пишут, и понятно, что очень большой массив информации по разным вопросам в голове удерживается, это, конечно, фантастически в целом, да, на таком уровне такой контент, вот, значит, по поводу того, кто чего боялся писать, что не боялись, что как отправляли и так далее, например, здесь уже совсем другая похожесть, да, наблюдается, то, что ничего не боялся Сталин, Молотов отправляли через своих либо послов, понятно, шифрованием по, там, не знаю, военным каналам или по дипломатическим каналам скорее, да, а, например, Рузвельт не все хотел, чтобы госдепартамент знал и отправлял по военным каналам, тем самым обходя, потому что слишком много людей вовлеченных, разные мнения, и Рузвельт и до войны, и после обвиняли, что он, ну, так сказать, неярый ястреб в плане негативного отношения к Союзу, да, потому что очень быстро все поменялось в 45-м, хотя всегда такая латентная негативное отношение к Союзу было, а Рузвельт был все-таки человек, который считал, что Совет через его личный контакт со Сталиным можно отцивилизовать советскую власть, и в Тегеране, по-моему, да, он говорил, что давайте мы это подружимся, есть возможность вам войти в состав таких, ну, не называл цивильных, это стран, да, там точных цитат можно поискать, но суть не меняется, что мы изначально воспринимаемся Западом как варвары, которых нужно чуть там привести, но при этом тотальное уважение, и в годы войны Сталина все больше и больше заработано, пик популярности его в Западе вообще 44-й год, он, кстати, был человеком года в Таймс, можем, знаешь... У меня есть дома этот журнал, на самом деле, да, я его показывал в одном из выпусков «Россия чужой взгляд», у меня есть коллекция, которую я одно время собирал, сейчас перестал, то есть журналы «Лайв», журналы «Таймс», там и особенно в «Таймс», там Сталин был действительно человеком года, а там целая плеяда наших маршалов, Рокоссовский совершенно точно был, там «Патриарх» наш был в 43-м году, но это, у меня есть четыре выпуска серии «Россия чужой взгляд», я рассказываю про советскую пропаганду в США и как это осуществлялось и как это подготавливалось, привожу документы, которые там моя зрительница в Вашингтоне пошла в библиотеку, нафотографировала, так что это все есть. Но прикольно, что Сталин был в одном виде, там, по-моему, 39-й или 40-й год, человек года, и спустя пару лет опять человек года, совершенно разные фотографии, совершенно разное восприятие общественности одного и того же деятеля, а через пару лет опять охлаждение к СССРу и так далее. Но, в общем, только, по-моему, дважды еще из отечественных, наверное, Горбачев был. Тоже он человек десятилетия и за стену не стену, то есть, вот. Поэтому тоже примечательно. Интересно клички и в переписках, и как кого-кто называл. Само собой понятно, что мы обсуждаем переписку Сталина с тем и с тем, но самая обильная переписка явно была между Рузвельтом и Черчиллем. У них более двух тысяч, это не входит в рамки этого обсуждения, да. Понятно, что они кучей вещей синхронились, и понятно, что Сталин часть информации по разведке и так получал. Знали ребята об этом или нет, пацанчики, думаю, предполагали. Вот. Но по части моментов они часто пытались, наоборот, чтобы их не заподозрили в каких-то сговорах. И они же, у них картина, что мнительность высокая, да, она действительно имела место быть, определенная мнительность. Пытаясь избегать этой мнительности и конфликтов из-за этой мнительности, они старались при этом часто показывать, что вот смотрите, мы вас держим в курсе, там, не знаю, каких-нибудь других переговоров или о наших встречах, или о совместных. Но при этом очень грубо также видны кризисы в переписке, когда есть моменты, где что-то приняли решение и сделали без Сталина. Сталин где-то мастерски берет паузу, где-то, наоборот, очень агрессивно выпады делает, что ни в тоне дипломатии. То есть он дипломатически невежда в этой части, да, и он не чурает. Тут скорее пальма первенства у британцев, которые считают, что у них дальновидная стратегия, и они молодых американцев натягивают и им указывают, на что рычать, куда двигаться, и за счет американской мощи какие-то свои интересы отстаивают. И Черчилль, как самый опытный из них себя считает, что он реализуется, да, при этом он самый неуравновешенный из этой троицы. У Рузвельта позиция, что наоборот, его сфера интересов мало пересекается с союзом и просто надо о каких-то вещах компромиссных договориться. У них меньше противоположностей и недопониманий, чем между Британией и Россией, которые испокон веков накопили шлейф вот этих коротких и долгих претензий, закостенелых каких-то моментов, поэтому Рузвельту здесь проще отстраненнее, да, до Трумэна же концепция Монро была, когда изоляционизм их развивался, после Трумэна наоборот, если мы посмотрим там Вьетнам, Тайвань против Китая, Корейский, то есть одновременно смотрев во скольки очагах начинается модель, ну это не погрешимости или как уверенности, что ничего не будет, с атомной бомбой это очень сильно усилилось и понятно, что внешне такие проявления тоже очень быстро стали являться миру и демонстрироваться, иллюстрироваться мощь, возможность где-то вписываться и так далее. Понятно, что не везде успех там есть, но концепция менялась и Рузвельт получается последний, кто еще жил в предыдущей концепции, поэтому он скорее воспринимал, что будущее не построить без согласия с СССР по части вопроса, поэтому лучше с ними личный контакт и так далее. И интересно, Рузвельт тоже много обвиняют в Америке, что во время Тегеранской конференции якобы Сталин его позвал жить к себе домой, и тем самым неужели Рузвельт профан, не понимает, что его прослушивать будут и что это такое за отношение, что можно так рвать дистанцию и так далее. Но по факту это желание самого Рузвельта. Вообще, да, очень многие писали и говорили, что во время этих посиделок на троих Рузвельт иногда даже большую симпатию испытывал к Сталину, чем к Черчиллю. Да, да, абсолютно, это так. При этом даже по кличкам, которые были из России, да, из Союза тамошним, то есть капитаном называли Рузвельт и кабанчиком, кабаном называли Черчилля. Понятно, что это военные в основном придумывали, которые использовали. Ну, дядюшка Джо, да, понятно, это Сталина уже наименовали между собой ребята. Поэтому вот, ну, такая история. Есть еще про вопрос некой асимметрии, причем так, как это треугольник, то постоянно дисбаланс может быть по разным вопросам разный. И это тоже очень интересно. Например, в плане осведомленности точно, да. Да, ну, как я сказал, что у англосаксонского мира больше открытости друг перед другом, у России, наоборот, возможность эту информацию откуда-то брать. Дальше. При принятии решений здесь более монолитной узкой группой принимается решение, но какая осведомленность внешне о том, как принимается решение в Союзе, у них минимальное на Западе. И возникает вопрос, там даже были интересные истории, что очень часто они между собой не понимают, это ответил Сталин, но сам Сталин или Сталину надо что-то согласовать перед коллективным политбюро, и что вот это, ну, то есть, типа, для них колуарно происходящее здесь, до сих пор, я думаю, загадка, да, вот в наших современных реалиях, это непонимание процессов, и сколько бы ни было, там, не знаю, специалистов по России, Союзу или Империи, останется, я думаю, навсегда такая загадка, потому что ты применяешь трафареты своей собственности в попытке понять, как устроено там, и как работают те же самые механизмы. Асимметрия точно есть в законодательстве, например, Сталин не мог понять ребят, точнее, понимал, но это не помогало ему, почему единолично не могут какие-то принять решения, то есть, что это такое, там, согласовать парламентом, выступить, защитить, как это прение, по каким вопросам, ребята при этом часто тоже сами этим пользовались, тот же Черчилль обосновывал одно или второе несогласие, например, с резкими телодвижениями, которые хочет Сталин, открыть второй фронт, там, типа, усилить где-то поставки или еще что-то, постоянно как-то лавировал и ссылался на какие-то, тут с этими обсудить надо, с этими, а для Сталина это было непонятно, но в ответ на грубую реакцию Сталина, там воспринимали, что, блин, а что это реально значит, это он просто на выговор делает или же он вообще люто уже рвет с нами связь, и так далее, то есть, ну, непонимание такое было, очные встречи сильно помогали, у Черчилля их было больше, Рузвельт при этом, наоборот, сам хотел отдельно тоже со Сталиным встречаться, но при этом, чтобы не обидеть особо Черчилля, это тоже интересно, и получается очень много таких слоев, да, асимметричных, как назовем их, ну вот, можно привести там еще пример по поводу этой асимметрии, это как раз сама Британия и стратегию Британии, да, значит, ну, классическая политика Британии, это политика изматывания блокады окружения, а не проведения решительных наступательных операций, вот что характеризует британскую военную политику на протяжении ее истории, говорилось в одном из докладов комитета начальника штабов США, еще одной отличительной чертой этой политики является использование народов и ресурсов других стран для обеспечения своего собственного превосходства, оно до сих пор представлено, да, руками турков что-нибудь делать, Британия любит там, и, соответственно, выходит следующее, что Америка более решительно готова была к конкретным действиям, десант так десант, такие поставки так такие там и так далее, по каким-то пунктам больше договориться, но точек расхождения мнений Британии и России сильно больше было, например, размен Греции там, не знаю, на Польшу или Грецию на Румынию-Болгарию обсуждать или нейтралитет Финляндии, ну много-много аспектов Турцию выключить из игры или заставить ее против, в нейтральный статус перевести или против Германии натравить, много абсолютно разных пересечений на европейской части между Британией и Россией, да, и СССР, и наоборот меньше этих пересечений у Рузвельта, поэтому, ну, такое вот получается, но при этом британцы, вот, ну, лучше переждут, лучше через Средиземное море зайдут, лучше там в Африку пока какие-то вопросы порешать, нежели в лоб пойдут мощно атаковать и так далее. Америка более молодая нация, более пассионарная в этой части, да, британцы считают, что они более мудрые в этой части, но по факту американцы, ну, на более радикальные какие-то телодвижения были готовы. Вот, конечно, интересно, как начиналась переписка, и здесь начинал ее Черчилль после нападения, да, 22 июня, начало вероломного, как у нас принято говорить еще с детства, мы все всегда слышали, вероломный, Германия напала. Черчилль написал красноречиво о том, что он хочет заполнить, растопить лед, да, но по факту признавался, что он просто пустоту заполнил вежливостью, и это тоже символично, что по факту Британии нечего сказать, нечего предложить сходу, да, но начать диалог какой-то провол, поэтому он называл это растопить лед. Интересны, наоборот, термины, которые использует посол Советского Союза Майский, сигнализируя из Британии, что wishful thinking, да, желаемое за действительное главное не преподносить внутри, потому что наши в переписке все, что просят и все, что говорят о положении делать, чаще всего там на 100% соответствуют, за редким исключением, сейчас поговорим, примеры Катынских дел там, но не понимают, когда там ребята что-то говорят, не делают, спустя время делают, или что вот идет стадия обсуждения, но это еще не финальное принятие решений, да, и так далее, и вот такие, мы бы частично назвали это, возможно, двойные стандарты, уходы или еще что-то, для их политики это же элементы дипломатии, а для наших топорных рубящих с плеча непонятно, у нас тут сотни тысяч умирает, а вы там типа с парламентом что-то будете решать и так далее, асимметрия, конечно же, есть в стоимости жизни, в ценности жизни, то есть те вещи, которые мог делать Сталин, непозволительны были избираемому Рузвельту, избираемому Черчиллю, Черчиллю по факту это все стоило, кресло уже в Поздаме сменили же, да, британцы, то есть вообще забавно, что из тройки остался только Сталин после Тегерана, после Ялты и в Поздаме, вот. Поэтому вот такая асимметрия есть, забавно тоже, насколько, кто как проходили встречи, был представитель, не помню, он то ли посол был, то ли специально у кого-то послал Черчилль на переговоры со Сталином, марта 42-го, забавно, что вот, например, встреча проходила прям в бункере, да, и, соответственно, бункер под Кремлем, который под бомбоубежищами, то есть закончилась бомба, идет бомбардировка, в этот момент спокойно Сталин встречается, обсуждает что-то за британцами, то есть тоже такие моменты, когда британцы понимали ситуацию, на своей шкуре были, ну, просто не вся страна понимала, а вот отдельный представитель, кто был послан там вести диалоги. По поводу двойных стандартов, любимая история, знаешь, мы очень часто в коммуникации люди друг друга любят в России, обвиняли, да, в наличии двойных стандартов, мы часто обвиняем Запад в том, что одним позволено, другим нет, это актуально и сейчас, это актуально относительно, не знаю, бомбежек Ирака, Югославии и, там, Ливии, но при этом принести демократию в страны, где люди начинают хуже жить и так далее. Мы часто говорим, что позволено им. Забавно, что вот как в переписке сквозит это все с учетом архивных материалов, которые долетают. Например, была договоренность, что Финляндии надо дать, ну, типа, и Британия должна включиться, и потом США, чтобы грубо намекнуть, что давайте-ка выключайтесь из игры. И вплоть до конца 41-го года, понятно, эти переговоры шли, ну, Британия должна была еще и войну объявить, и откладывала максимальное объявление этой войны, но при этом заверяя Россию, Советский Союз, что все, мы грубо поставим вопрос, да, сейчас объявим, а Черчилль максимально оттягивал. Но признаться в этом он не мог, потому что он тогда сразу теряет авторитет, слабость в глазах Сталина и так далее. То есть на чаше весов самолюбие, там, типа, личный статус, престиж и так далее, и, там, возможность реально что-то делать или желание. Может, даже ему в интересах было подольше, чтобы помучалась, да. А США тоже, они под предлогом, что не будут терять влияние на финнов, попробуют их, как бы, остаться хоть кем-то, кто с финнами ладит, или, там, через шведов будут пробовать, там, финнам дать понять, как надо себя вести. Ну, то есть радикально никто, там, при телодвижении таких закручиваний гаек жестких, хардовых не предпринимал. С Турцией то же самое. Когда стоял вопрос уже в 43-м, что Британия должна провести переговоры и вопрос ребром поставить, черта она так не делала. Она мягко телилась, из документов видно, так как объемы архивов, переписок внутренних достаточно большой между министрами иностранных дел, например, Британии и США, или между теми, кто в Турции находится, ведет переговоры вместе с Черчиллем, и теми, кто остался в Лондоне. И так далее. То весь фактологический материал этот анализируют, то становится понятным, что для Сталина они тиражируют, что все, мы тут вообще порешали, грубо обращаемся с турками, вопрос будет решенный. С турками говорят на языке дипломатии, мягкой силы, без радикальных каких-то телодвижений и так далее. Насколько, вот, не имея интернета, не понимая, имея отрывочные данные от разведки, можно говорить, это двойные стандарты или не двойные? Это обманывают? Или это, типа, такой вид коммуникации, это дипломатия, это реально не военная история? Поэтому вопрос грубой силы, через которую, ну, с которой спорить нельзя, он актуальный. Потому что когда, условно, набрала мощь армия красная и стоял вопрос, докуда на Западе дойдет, то всех в 45-м и в 44-м в конце уже стало интересовать. Потому что понятно, что махина разогнана, и я тебе больше скажу, в 45-м Черчилль настолько был испуган, что он даже ставил вопрос о том, что давайте-ка сделаем, ну, это вот в конце второго тома есть, давайте-ка сделаем анализ, не пойдет ли на войну, то есть что будет, если случится операция немыслимая, то есть война прямая между Британией и Советским Союзом, и, по их мнению, конечно, таких будет не сил их иметь быстрый и ограниченный характер, и мы втянемся в длительную войну с крайне сомнительными шансами на победу. Получив этот отчет, Черчилль, понятно, его на пылице оставил. Вот, и это, конечно, такой вот тоже значок, что когда уже грубую силу видят, то с ней больше готовы считаться. Хотя, понятно, что это военный милитаризм, который стоит очень многих человеческих жизней, мобилизации в ТУ и так далее, и покорешь денег, да, и благополучия там ни одного, может, поколения, но при этом получается вот такую вещь они точно боялись и воспринимали. И опять же, когда есть атомная бомба, уже после опять меньше считается, и опять уже более грубая коммуникация идет и так далее и тому подобное. Поэтому, отвечая самому себе на вопрос, имеет ли место двойные стандарты, как они проявляются и так далее, да, однозначно. А есть в обратную сторону, конечно же, вещи, кто когда хитрит и прям демонстративно врет. Никуда не деться от этого. Например, несколько раз поднимался вопрос относительно поляков. Сталин несколько раз с Молотом сухо отвечали. Хотя, если ты посмотришь, там пару лет назад у Пивоварова очень хороший репортаж вышел про и Катынское дело, и по поводу того, как факт Молотова Римбентропа подписывал, когда в этот же момент напротив находится, по-моему, британское и французское посольства в Москве. Это просто соседние улицы, что была возможность еще в 39-м спокойно выбирать между этими балансами сил. Понятно, что хитрят, понятно, что скрывают или врут демонстративно. Это касается и там вопросов конвоев тоже в обратную сторону. Сроки нарушают договоренности, время открытия второго фронта нарушают. Раздел итальянского флота подводят, придумывают, как компенсировать и так далее. Но по факту Сталин недополучил то, на что изначально рассчитывал и то, о чем договаривались. То есть Рузвельт тоже местами, я уже говорил, что хочет кинуть Черчилля на предмет, что более тесно и самому решать. То есть вообще в ходе эволюции становится понятно, что это не равный союз. Все-таки двое более масштабные и армии, и войска представляют. А третий умирающий, знаешь, когда у тебя стадия гомеостаза такого, когда ты еще из себя как пассионария или как представитель крупной империи что-то представлял, ты самым себя мудрым считаешь и самым шаристым, но при этом ты уже теряешь авторитет, власть, рычаги правления, влияние на ситуацию. Поэтому в этой части там жалко. Где-то есть примеры разменов, когда наоборот там интересы, не знаю, например, Балканы, Греция, Болгария, Греция, чтобы они претендовали, или там торг в Финляндии, Польша, большой кусок, который долго обсуждался, граница, не граница, в поляки будут, ну просто, в переписке огромная количество. В первом томе про ситуацию в Польше, потом про самих Катынских поляк, потом про поляков, которые формируют уже Люблинское правительство, потом уже наоборот, какой состав правительства легитимный, чтобы все признали и так далее. То есть очень большой объем и явно там без уступок нету, но все равно вот здесь Сталин свое нес и так далее. Деголь тоже, он Сталином более предложенный вариант, британцы и французы меньше хотели, но к концу войны наоборот смогли там выбивать, например, лишнее, понятно, как в разделе Берлина участок французский, в голосовании в новой структуре прото-ООН, да, тоже какие-то роли отдавались, Китаю выбили, там, Франции и так далее. Союз изначально вообще хотел пихнуть 16 союзных республик, вот, интересно, что, и голосов иметь 16. Понятно, что ему не дали это сделать, и понятно, что это всегда постоянный такой вот торг, например, кто в чем уступает, но где-то отвоевать что-то другое, вот за этими перипетиями и как трактуется, какая посылка от кого-то из этих трех, очень интересно наблюдать, например, там, не знаю, ну, типа, понятно, что образ, который пытался там Сталин, что стоп-стоп-стоп, мне надо тут тоже там, типа, не все так однозначно, и понимая, что те не понимают, как устроено здесь принятие решений, он на этом играл. Играл очень хорошо на... это мы еще не перешли к тому, что удалось Сталину, но в целом просто большой кусок, что удавалось, как только он замечал где-то, что у них раскол между двумя англосаксонскими, как бы, позициями. Клин вбивался моментально, и это тоже, вот, не знаю, насколько, ну, острую, как бы, включаемость надо иметь, да, чтобы, др-р-р, мотор включать и сразу топить по этим местам, вот. Черчилль старался держать образ, но он был понятен, выпрыгивал из штанов больше, чем надо, часто брал, особенно, когда Труман пришел, что давай я, как более опытный буду, вот, типа, покажу, как мы тут переговоры ведем и так далее. По факту понятно, что угасающая роль все-таки на излете уже роли Британии, конечно. Вот. Интерес также по поводу, что достаточно большой объем кризисов пережили переписки. То есть, например, вопрос Финляндии, первый кризис к концу, первого же года переписки. Вопрос конвоев и их остановок второй. То есть, то, что русские считают небольшим количеством потерь, даже, там, вот, известный Q17, да, британцы подразумевали, что треть даже не доехала, а русские говорят, да, если даже треть доезжает, все нормально, что вы там, мы тут на фронте сколько кладем, вы что офигели там об этом вообще. Или там, типа, были постоянные, ну, кризисов из-за этого не случалось, но всякие истории были, инциденты. Например, британцы, что-то в портах с кем-то, то ли ссорились, то ли ругались, то ли в Мурманске, в Архангельске, да, где были. Был кейс, когда трейлер или какой-то вид корабля подбили около Аляски русской, там погибло пару рыбаков. Был лютый инцидент, когда они разделили зоны, и уже над Югославией, над Балканами американцы схлестнулись с русскими, и там героизм и мужество одного из русских, кто кораблем подошел и показал в плохих условиях, что это российские, да, но там не до конца ясная ситуация, потому что, с одной стороны, англосаксы извинились, и в первую очередь американцы, но при этом русские якобы их не поставили в известность территории, которые будут бомбить, и в честь зоны интересов. Хотя американцев там и так не должно было быть, зачем их информировать. В общем, скользких моментов много, но это не назвать бы кризис. Кризис скорее тогда, когда вот не открыли второй фронт, и об этом очень грубое письмо написал Сталин. Второй фронт и лизинг, это момент, который его бомбили, бессили, и он там прямо исходил из слюной. Вот. Интересно, вот, что часть вещей, как не понимали, да, как русский язык, насколько непонятен, что это до конца значит. Черчилль вызвал майского посла и спрашивает, вот я получил письмо относительно, ну, не разрыв переписки, а просто, когда Сталин отчитал, что вот это не сделали, это не сделали, там, большое письмо, мы можем его даже вставить, да, возможно. У тебя будут, знаешь, как у Дудя же были вставки, если его не заблочили еще на ютубе, вместо Дудя будем вставки делать теперь, да, вот. И вызвал и спрашивает, что означает фраза «советское правительство не может смириться», какой-то зловещий намек или просто выговор? То есть, понимаешь, за фразой «не может смириться», может следовать, что «все, вам война следующая», да, или это просто, что, типа, какого черта вы делаете, давайте-ка открывайте второй фронт в тех сроках, как и говорили, и в тех локациях, самое главное. Потому что британцы пробовали долго выдать высадку на Сицилию, 500-тысячная армия, полумиллионы против 300-тысячной армии, что это будет как бы второй фронт, и вы поймите, что пока оттягиваются туда войска, а Сталин не понимает, вы высадку нормальную не сделали, чтобы оттянуть кучу дивизий британцев, и поставки ограничиваете, якобы, что у вас тоннаж флота занят, и вы заняты вот этими дистрибьюцией солдатов в Средиземное море. Но британцы-то из своих интересов исходят. Ближний Восток их стратегический интерес, Средиземное море их стратегический, Мальта, понятный интерес, и в меньшую степень их волнует проблема, насколько штук миллионов русских умерло, и понаистребляют друг друга с немцами. Это же тоже интересная история, не знаю, мы у тебя не задевали тему, вообще можно либо про урбанизм, про геополитику классические сделать какие-то репортажи, обзоры, потому что очень интересно, что по факту все, что мы обсуждаем и сейчас актуально, и то, что в те годы были, и там 18-19 век, 20-й, все в рамках классической геополитики, где есть морские державы, это кто еще, там, не знаю, Рудов Челлен, Рацель, Хаусхофер, Хаусхофер сильно повлиял, кстати, на Гитлера в плане идей, да, они, по-моему, в тюрьме какой-то промежуток времени сидели, и один другому... Не после Пуча, я сейчас не помню, но да, это правда. Я к тому, что вообще можно сделать обзор как геополитический концерт, потому что вот классическая история, что морские державы заняты созданием очагов напряженности вокруг континентальной, и не дать объединиться континентальным странам, потому что это мощь, которую морские уже не победят. Например, Британия с Советами бьются, это выгодно морским. И еще по контуру этих стран желательно создавать точки напряжения. То же самое сейчас вокруг Китая, если ты послушаешь, ни одной страны, где нет территориальных претензий и границ. Это очаги, которые англосангский мир будет использовать в будущем как элемент сдержан. Ну, уже использует. Если ты посмотришь суженную Россию сейчас после Совета, аналогично, то Беларусь чуть полыхнет, то за Кавказе, да, там по 5000 человек умрет, Азербайджан, Армения, то Казахстан дернули, то на границе с Таджикистаном что-нибудь сделают. Ну, и так далее, получается, это такой, ну, постоянные уколы, как, да, напряжение на создание, потому что одновременно ты развиваться не сможешь на это. Ну, и сейчас то, что происходит с Украиной туда же, да, в этот же котел, ну, Грузия до этого, тоже восьмой год, нападая, ну, не нападая, а провоцируя, смотри, как реагирует и так далее. Вот. И не своими руками, как мы до этого читали. Все чужими, без лобовых столкновений и так далее. Вот. По поводу, соответственно, я бы сказал, что в целом, ну, от себя, да, что начинали переписку как бы в нужде, а заканчивают все-таки во вражде. Здесь конца нет переписки, потому что второстепенным вопросом она еще продолжалась в 46-м году, но уже понятно, к чему шло, какой закат, какие у кого выкручивания рук, да, пошли. Ну, вот это такой интересный момент, что, ну, их органически тянуло друг к другу, а когда органически отпала необходимость, то пошло наоборот к конфронтации и так далее. И вот то, что ты говоришь, образ России, чужой взгляд, трансформацию, если посмотреть 44-й год и 45-й, 6-й уже Советского Союза, это две большие разницы в Америке, имею в виду, да, сейчас в частности. Понятно, что это можно анализировать, но многие интеллектуалы и в Америке удивлялись, как может быть вчерашний наш союзник, резко наш враг, ну, как бы что-то не так с нашими моральными ценностями и нашими моральными кредо, которые мы продвигали, что мы на них не можем стоять и, типа, при этом добиваться. Ну, и классическая история, что сукин сын наш, не наш, это уже в будущем, да, чилиец, аньенда и так далее. То есть понятно, что мораль нужна для того, чтобы что-то навязать, но при этом, если ты навязал это и пляшешь под твою дудку, все окей, если тебе не удалось навязать, то, блин, сволочи и так далее, не соблюдают мораль, выборность, там, прав, свобод и так далее, тому подобное. Вот. Что можно еще сказать? Чуть-чуть давай по поводу, какие сильные действия были с нашей стороны, что удавалось оттяпать, отстоять, вкинуть в обсуждение и прочее. Например, ну, всеми признаются исследователи там и тут, что понятно, Сталин у нас, мы уже обсуждали, поездок боялся, передлетов боялся, и все места встречи условно оказались те, которые были ему на руку. Выгодно Тегеран его, Ялта его, ну, Поздам, это так уже финальный аккорд. Ну, это сами англичане прилетали в Москву. Да, британцы прилетали, дважды отдельно Черчилль прилетал, отдельно в первый год была встреча Мола, ну, министров иностранных дел, да, наверное, или как. С Черчиллем они так набухались, я как раз в Москве показываю особняк неподалеку от Кремля, где Черчилль спал. Спал, да, спал, это причем бывший ЗАГС, и там же, там же до него, до войны начинал Робинтроп, а сейчас там музеями Пушкина, да, есть такое там, между Остоженко и Причистенко. Ну, вот места встречи тогда фиксируем как некое там завоевание Сталина, и Рузвельт воспринимал это наоборот как реверанс, что, например, чтобы наладить взаимоотношения, пойду к ним на уступок, на личную связь налажу и так далее. И это действительно работало. То есть, как политик не сказать, что Рузвельт слабый, он в плане отстаивания своих интересов тоже ему много удавалось, да. Явно Сталин начинал выигрывать время в переписках, тогда, когда поднимались какие-то вопросы, а Красная Армия уже хорошо шла. Например, был период, когда те буксовали на Западе, в той же Италии подзастряли. Опять, не важно какой ценой, но важно, что в Восточной Европе достижения, например. И наоборот, хлестко ставил, по носу бил, в момент, когда что-то уставало. Например, Варшаву взяли, быстро оттелеграфировал, сообщил и так далее. Ну, то есть, типа, в плане задиритости и возможности поставить лишний раз на место, ну, типа, вершил нормально. Не ввязаться в целом в польский вопрос с самого начала, уметь где-то отстояться тоже можно, потому что, ну, там можно все копии сложить и только на это все свои бонусы по другим вопросам похоронить одной Польшей. Не дал разместить, хотя обещал, ну, обещали и так, что мы рассмотрим этот вопрос. Американцы хотели разместить, во-первых, в Восточной Европе самолетов, чуть ли не 600 самолетов, да, там какая-то цифра была, якобы для изучения территории. Возможности быстрых дозаправок и прочего. Но фактически бы это означало, во-первых, там, где появляется чья-то техника, то их оттуда практически невозможно изжить. Это классическое. Во-вторых, американцы хотели на Курилах, им тоже не дали. Хотели пользоваться аэродромами Дальнего Востока. Обсуждение шло, американцы были заинтересованы до последнего тянуть Россию против Японии. А Россия понимала, что чем позже зайдет, ну, в разделе по участвованию надо. И Хоккайдо хотели, да, высадиться. Там американцы не дали. И получается, наши не дали Курилы, те Хоккайдо. При этом что-то там удалось все равно оттяпать, интересы отстоять. Но самолеты и бомбардировщики, и истребители не появились на Дальнем Востоке полноценно в тех масштабах, как планировали американцы. Хотя для них это чрезвычайно важно. И, возможно, заправиться и близкая бомбардировка Японии, да, с форди-востока того же. Вот. Сначала удалось русским чуть отодвинуть вглубь на 150 миль внутрь страны. Предложение по-другому использование на аэродром. А потом вообще эта вся дудка свернулась, потому что американцы уже начали реализовывать план. Что не удалось, явно не удалось развести, чтобы ребята рассказали про атомную бомбу. Они не рассказали, хотя разведка все доложила, и получается опять двойной стандарт или недодвойной. Вы про полную открытость или не про полную. Но в Калуарне было понятно, что тон, с которым наглеют и грубее разговаривают, это из-за наличия такого фактора. И на очной встрече, во время очной же встречи Рузвельт получил информацию о том, что испытания прошли удачно. И об этом сообщил Черчиллю и так далее. Из интересного этого нет в переписке, но мы-то классически воспринимаем, что Япония больше всего пострадала от Нагасаки и Хиросимы. Но фактически мы совсем забываем про бомбардировку Токио. Огромное количество, там 150 или 180 тысяч человек умерло, Токио бомбили. Это и психологические, и политические, и имиджевые, те еще как последствия. Поэтому тут надо отдавать отчет, что карта чаще шире, и взгляд с одной стороны, он уже. Раньше, конечно же, не было ни в 45-м, ни в 46-м, ни в 47-м вопрос не стоял, в какую роль Советский Союз вложил в победу. Все все трезво оценивали, давали, так сказать, почеты, лавры. В переписке много информации, где Черчилль пытается льстить, предлагает Сталину, ну и выслать музыку, гимна, чтобы в Британии играла музыка каждый раз, как Союз освобождает очередной город. Ну, много такого было. Элеонора Рузвельт уже даже после смерти Рузвельта предлагала Сталина рисовать вместе, чтобы там со всеми, ну, Сталин пару-тройку раз отказывался. Ну, то есть, картины такой нет запечатленной, как победители и так далее. Это спустя время начинаются пересмотры роли, влияния и так далее. Понятно, что не договорились по дате, понятно, что Сталин это тоже завел, потому что он хотел одну дату и в одном месте. Ребята сделали в Реймсе, по-моему, и на день раньше. Вот, поэтому это такое, уже разночтение начинать. Удивился я очень сильно, потому что Сталин уже в 42-м размышлял о устройстве Европы после войны. Хотя это, как бы, типа, еще лютый год в плане тяжести несения всего и вся, да. И в декабре 41-го, да, он первый раз заикнулся по поводу, давайте повестку послевоенную обсудим, сферы влияния и так далее. Понятно, что не факт, что Советский Союз бы выстроил и выиграл, но закидывать удочки на будущее, из которых раскручивать и в переписке иметь фактологию, на которых ссылаться, это явно вещь, которая, как бы, была поставлена на поток. И поэтому считаю, что это тоже такие сильные ходы, сильные телодвижения, да. Мне понравился очень тост Сталина в Ялте. Возможно, это отсылка как раз к атомному бомбе, да. Значит, звучит следующее. Это финальный тост, да. Очень многозначительный. Союзники, сказал генералиссимус, не должны обманывать друг друга. Возможно, это наивно, и опытные дипломаты могут спросить, почему не обманывать союзника. Но я, как наивный человек, думаю, что все же лучше не обманывать своего союзника, даже если он дурак. Возможно, наш союз потому и крепок, что мы не обманываем друг друга, а может быть, потому, что нам нелегко обманывать друг друга. То есть, одновременно он говорит, что с одной стороны вы меня можете считать дураком, с другой стороны, наоборот, если вы даже будете пробовать обманывать, то нас нелегко обманывать. То есть, он не оставляет, как перекрывать шахматисты или игроки в ГО перекрывают площади потенциальных мест, куда может мысль скакнуть или поискать убежище западных дипломатов. Поэтому вот такая история интересная. Но, в целом, предлагаю заканчивать, если у тебя каких-то особых вопросов нет, традиционными нашими рубриками, цитаты попробуем. У нас этот выпуск получился, в общем-то, в форме монолога Сергея Яроляна, а я внимательно сидел и слушал. А я думал, ты что-то делал с копилкой и пополнял ее как-то. На радость тех, кто иногда говорит, зачем мешать спикеру. Он так прекрасно рассказывает своими дебильными шуточками. Не было в этот раз ни одной дебильной шуточки. Ну, тема такая. Так я и на эту тему могу дебильные шуточки отпускать. По поводу автора встретил тоже на просторах интернета, что по теме дипломатии лекции, материал великолепный, но военные вопросы, не являющиеся профилем для лектора, есть слабости. И действительно, я как раз читал не с военной точки зрения, виды вооружения меня в меньшую степень. Какой запрос по какому-то ножу, какие истребители, какой объем в штуках, что на что меняется. Хотя в переписке очень подробно есть, когда там заменяем один вид вооружения на другие, но поставки не ограничатся и так далее. Но если говорить о цитате самого автора, то тут интересно, что, казалось бы, тема-то изъезженная. Куча людей все анализировали, мемуары есть и прочее, прочее. Но найти нестыковки и посмотреть, как это трактуется. Например, что Рузвельт сам просил Сталина, чтобы внутри Америки это выглядело нормально, поселить его к себе. Это же только спустя время становится ясным. А так выглядит, как будто коварный Сталин заманивает его и так далее. И как это для внутриполитически можно преподавать. У нас же очень часто что-то делается вовне, чтобы преподавать внутри населения. А чем их кормили в Ялте? А как это все готовилось? Ой, это вообще целая история. Поэтому теперь еще один из таких интересных вещей, которые авторы нашли. И было одно послание, которое любил вспоминать Черчилль и в мемуарах о нем написал. Послание Сталина в июне 1945 года, в котором он о своих мемуарах это рассказал. Письмо было жестким по содержанию и по стилю написано. Но в московских архивах этого письма нет. Выяснилось, что он его так и не отправил, как мы сейчас любим, сохранить и не отправить. В мемуарах использовал, как отправлено. Уж больно ему хотелось продемонстрировать, какой он жесткий выговор и нагоняй сделал Сталину. Понимаешь, вот такие вещи находил автор и потом смаковал. А так и есть. То есть у нас от степени импульсивности зависит, как мы реагируем на коммуникацию. Например, знаю, в Германии во время деловой переписки запрещается 15 минут отвечать на письма, которые ты получил. Ты можешь написать ответ, но не отправлять. Потому что тебе надо потом в более спокойной реакции готовить ответ. Вот эмоции тех, кто либо был рядом с Черчиллем, либо с кем он обсуждал, что он получил от Сталин, видны, что эти колебания очень эмоциональные качели. И что его то бомбит, то наоборот он восхищается Сталином, то ему кажется, какая благодать, что я с ним в тесных отношениях. Он очень велся на комплименты, когда Сталин ему отмачивал. Сталин это, видимо, чувствовал или понимал, да, даже на расстоянии. При этом наоборот, видимо, разведка докладывала, что там срабатывает, что не срабатывает. И это тоже давало фактологический материал. В общем, очень так интересно в этой части покопаться, поразбираться, потому что получается, что это не менее важно, чем поверхностные сухие слова, которые попали в документы. И также, я думаю, что мы можем приложить еще пару-тройку писем с зачеркиванием, где, например, что правит Сталин карандашами, где что Рузвельт добавляет, где кто что. Понятно, что западный дипломатик, например, когда разбился посол с семьей в Мексике, США предложили доставить и до Аляски, или до Москвы, и такие жесты тоже были. Кому-то, когда день рождения в переписке, тоже есть взаимно поздравляют. Или пару лет со дня нападения Германии там проходят, и переписки, понятно, поздравляют. И это повод завязать тему для разговоров какие-то, там, вкинуть вбросы. Но все занимались инфоповодами, вбросами, отвлечением внимания и так далее. Поэтому в этом плане политика не отличается. Политики и юристы, как принято говорить в США, это два типа профитий, которым официально разрешено врать, да, поэтому на этом и предлагаю закончить. Слава богу, нам с тобой не надо врать, у нас просто может быть ошибочная точка зрения. Слава богу, за нас это сделают многие другие. Но к вопросу о том, чтобы подождать 15 минут, это я точно так же всегда рекомендую, прежде чем написать комментарий или ответ на комментарий тоже. Подождите, ну не 15 минут, но хотя бы пару минут, буквально. Потому что у меня бывали такие случаи, что мне потом писали, ой, извините, я просто был вчера пьян. Ну 15 минут не хватит для того, чтобы... Да, либо пусечка, ты мою зоеньку протрезвил и ужаснулся, но я на тебя все равно не злюсь. Я хочу сказать, что вот в пандан этой всей истории у меня есть прекрасная книжка про пиар во время русско-японскую войну. Да, поскольку там тоже вот прошло больше 100 лет, а все как сейчас, все как сейчас. Поэтому можете почитать, так же, как и мой путеводитель по Невскому проспекту, и остросоциальный роман Корень. Там будут ссылочки. Можно сначала приобрести, потом прочитать. Можно сначала приобрести, потом прочитать. Ой, смотри-ка, а Серега тоже умеет шутить за 300, а? Не только я этим славен. Друзья мои, оставляйте ваши комментарии, так сказать, пишите ваше мнение. Возможно, опять-таки, вы с чем-то знакомы, с чем-то незнакомы. Будет интересно почитать. Выдерживайте паузы между ответами на комментарии. И пишите книги в предыдущих материалах. Видели уже комментарии по книгам. Что-то нам тоже нравится, и к чему-то из этого обратимся обязательно. То есть какие-то рекомендации, пожелания. Не факт, что мы ко всем прислушаемся, но если... Да, мы только и будем снимать обзоры, я не знаю. Да, да, ну просто представьте себе, да. Но если эти пожелания будут соприкасаться с нашими возможностями, это, как говорил Рузвельт, why not? На этом все. Да, да. На этом все. Туда комментарии. Пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»